На ваш взгляд, кто на сегодняшний день является носителем и выразителем свободы? Либералы или левые и патриоты? Вы знаете, я не испытываю ни малейшего почтения к тому закону о СМИ и к той так называемой свободе, которая якобы существовала в 90-е годы. Она существовала, это была свобода для разрушителей. Свобода для СМИ, которые должны были добить Россию. И поэтому те журналисты, которые в этих СМИ, обслуживающих интересы олигархов, работали, они действительно были свободны, и они теперь вспоминают это как в свое счастливое время. Они могли говорить все, что они захотят, с одним маленьким поправкой. Это должно соответствовать было интересам тех олигархов, которые оплачивали эти средства массовой информации. А тот закон, который так преподносится, напомню, вы сейчас, Дмитрий, как раз об этом говорили, совершенно не помешал разгромить редакцию газеты «День». И патриотические средства массовой информации тогда существовали не благодаря этому закону, а вопреки, и выживали. Я помню еще не только эту газету, я помню «Народное радио», в каких условиях мы работали. Поэтому сказки про 90-е годы, время свободы, это время свободы для разрушителей. И никогда либералы не были поборниками свободы слова. Они всегда были поборниками свободы слова для себя. В 90-е годы мы хорошо осознали, что демократия – это власть демократов. А свобода слова – это свобода слова для либералов и тех, кто обслуживает интересы крупного капитала. Средства массовой информации, в том числе и социальные сети, до сих пор контролируются в основном тем самым крупным транснациональным капиталом. И не только транснациональным. Более мелкий, он ничем принципиально не отличается, это более мелкие акулы. И свобода, которая там происходит – это свобода разрушения. И вот я напомню слова Александра Сергеевича Пушкина о том, что в каждом нравственно образованном обществе, независимо от тех законов, которым оно живет, и формы правления, должна быть... Вот в конце прошлого года был принят закон об ответственности за клевету в интернете. Я вам скажу честно, я как эксперт, когда меня спрашивали, выступал против этого закона, вот против ужесточения, потому что и так слишком все ужесточается. А если еще реальные сроки назначать за слова, ну, это, наверное, не очень хорошо. Вот не кажется ли вам, что этот закон, к сожалению, прежде всего направлен не на защиту чести и достоинства граждан, особенно простых граждан, а опять же все на то же ограничение свободы слова в интернете. И будет, скорее всего, применяться в основном против оппозиционных политиков разного рода. А вы знаете, нас пытаются упорно загнать в выбор между чумой и холерой. Нам говорят, с одной стороны, либо безудержная свобода СМИ, никакой цензуры, государство не должно вмешиваться, при этом скромно умалчивая, прозросточайшую цензуру, которая исходит от хозяев СМИ. Цензура была, есть и будет. Весь вопрос только в том, на каком уровне она осуществляется. Я когда был главным редактором на том же Народном радио, что я не был цензором в своей радиостанции? Конечно же, был. Там могло звучать то, что я считал приемлемым. И никакая либеральная грязь там звучать не могла. Точно так же любой главный редактор любого издания является цензором. Владельцы целых корпораций медийных, они являются цензорами. А вот государству не надо вмешиваться. Это одна сторона. Для того, чтобы обеспечить полную свободу силам разрушения. А с другой стороны нам говорят, ну вы же видите, там полная анархия. Это силы разрушения. Поэтому дайте нам возможность, и мы закатаем всех в асфальт. А результатом будет что? Что те самые силы, которые выражают только во власти интересы этого крупного капитала, окажутся еще вне критики. И вот нас предлагают, либо вы за этих, либо вы за этих. А мы должны четко дать понять, что мы не за тех и не за этих. Мы за государственную цензуру. Но государственную цензуру, которая осуществляется во имя интересов народа. И это не пустая фраза, это реально осуществляется. Есть отработанные технологии наблюдательных советов, которые создаются по принципу суда присяжных и так далее, и так далее. Когда не чиновник командует СМИ, а общество контролирует СМИ. Вот этого мы и должны добиваться. Мы должны добиться того, чтобы средства массовой информации и вообще информационные потоки оказались под контролем общества. Те же либералы нам постоянно говорят, парламент должен быть под общественным контролем. Исполнительная власть под общественным контролем. Даже спецслужбы под общественным контролем. Но только никакого общественного контроля над средствами массовой информации. Вот это святое для них. Извините, общественный контроль должен быть полным. Поэтому пока не будет народ контролировать средства массовой информации, до тех пор нас будут все время пытаться вот в этих двух соснах развести. Власти предпринимают попытки защитить наше медиапространство от иностранных соцсетей. В частности от Фейсбука, Твиттера, Ютуба. Как-то упорядочить их деятельность. С другой стороны, многие оппозиционеры усматривают в этом возможность ограничения свободы слова. Но я буквально в двух словах приведу пример. Мой личный. На Фейсбуке меня блокировали за этот год пять раз. В Твиттер мне запрещен доступ под своим именем. Администрация закрыла мне доступ. Уничтожили мою страницу Википедии. Наш канал, когда только какие-то события острые политические заваливают просто дизлайками. Совершенно очевидно, что это делают специальные программы. Вот на ваш взгляд, необходимо хотя бы упорядочение деятельности иностранных соцсетей в России. И как это сделать таким образом, чтобы это не было ударом по свободе слова? Знаете, здесь мы столкнулись уже вообще с полным беспределом. Когда цензура зарубежных крупных финансовых группировок начинает распространяться на российское информационное пространство. Мало нам цензуры наших олигархов, так еще и западной. У нас очень долго говорили, что все вот эти недостатки в средствах массовой информации, это от того, что у нас молодой капитализм. Что он еще не созрел, что он бандитский. А вот цивилизуются и все будет хорошо. А мы сейчас увидели. Фейсбук, оплот демократии и либерализма, жесточайшая цензура. Вы же, Дмитрий, прекрасно знаете, что в конце, нет, не в конце, по-моему, летом этого года они выпустили новые правила Фейсбука. По которым фактически любой шаг влево, шаг вправо от либерального мейнстрима, от либеральных установок, это сразу же исключение. Моментальный запрет. И, кстати, запрещено там, официально запрещено все, что подводится под теорию заговора. А как только вы говорите о том, что есть теневые силы, тот самый транснациональный капитал, который дергает за ниточки, а потом уже чиновники якобы сами все это произносят, это тоже все будет блокироваться. То есть там жесточайшая цензура. И они сейчас будут именно с запада зачищать информационное поле России перед грядущими парламентскими выборами. А наши будут разводить руками и говорить, а мы здесь ни при чем. Это вот там. Почему это происходит? Да потому что подавляющее большинство патриотических средств массовой информации было вынуждено уйти в Ютуб. И оказалось подконтрольно этим самым зарубежным словодам. А где еще? Других площадок наше государство не создано. Оно якобы не понимало, что происходит. Тогда, извините, либо те, кто отвечает за информационную политику в стране и в администрации президента и в правительстве, полные дураки, полная профнепригодность, во что я абсолютно не верю. Либо они знали, куда ветер дует и к чему это приведет. И вот сейчас, если запретят Ютуб на том основании, что он цензурирует наше информационное пространство, кто пострадает? В первую очередь пострадают патриотические средства массовой информации. Если не запретят Ютуб, то этот Ютуб просто-напросто вычеркнет все патриотические средства массовой информации. Нас опять разводят вот между этими двумя березами. И нужно сказать, что пока мы здесь не изменим ситуацию, пока не контролировать информационное пространство здесь будут те, кто этим занимается все последние десятилетия. И кто привел к такому просто беспредельному случаю, когда большинство информационных потоков нашей страны оказалось якобы совершенно случайно под контроль над Цукербергом и его команде. Поэтому решать нужно здесь. Игорь Сергеевич, вообще аудитория левопатриотических СМИ, она большая, она разнообразная, она, к сожалению, не всегда едина. Вот какие бы вы могли предложить меры для того, чтобы это все достаточно разрозненное, но при этом аудитория с одними и теми же, в общем-то, ценностями, чтобы она могла быть направлена в одну точку, чтобы это принесло результаты левому патриотам на выборах? А вот здесь, Дмитрий, вы подняли самый главный, по-моему, вопрос и обозначили реперные точки. С одной стороны, народно-патриотические и левопатриотические силы, они едины, так как у них есть общие ценности. С другой стороны, они разрознены. И это вполне естественно. И нам в этой ситуации просто необходимо создание средств массовой информации, которые бы базировались вот на тех общих ценностях, базовых ценностях, которые всех объединяют, а не на том, что нас разъединяет. Партийность может быть разная. Могут быть разные отношения к тем или иным деятелям. Но главное, чтобы базовые ценности совпадали. И вот у нас не хватает чего сейчас? У нас не хватает именно такого средства массовой информации. У нас есть огромное количество патриотических средств массовой информации, которые выражают интересы одного спектра этого лагеря, второго, третьего, четвертого, но нет базового. И здесь можно использовать, я считаю, опыт, как раз накопленный нашими противниками, либералами. Обратите внимание, как работают их СМИ. Ведь у них же расколов по партийному взгляду, по фракционности тьма тьмущая. Они грызутся друг с другом сколько угодно. Вот есть всем нам хорошо известная радиостанция, на которой выступают они все. По той простой причине, что там главный критерий. Как ты относишься к России? И как ты относишься к Западу? И как ты относишься к капитализму? Проходишь по этим критериям. Тебе свобода слова. А там между собой грызитесь где угодно. Но, кстати, на страницах, то есть в эфире этой радиостанции им этого не позволяют. Она никогда не превращается в инструмент выяснения между собой. И поэтому это действительно было очень эффективный. Сейчас он как бы скукоживается. Но был очень эффективный инструмент разрушения нашей страны. И вот этот опыт нам нужно для созидания тоже использовать. Нам нужны средства массовой информации, которые и управляются, кстати, как они хорошо это делали. Березовский действительно не бегал и не командовал и не утверждал повестку сегодняшних выступлений или завтрашнего номера. Он нанимал журналистов, которые хотели и могли проводить талантливо, проводить те взгляды, которые соответствовали интересам разрушителей. Так и здесь. В стране огромное количество таких журналистов, стоящих на патриотических позициях. Их нужно привлекать. Им нужно давать полную свободу творчества при условии базового этого принципа. И вот тогда появится средство массовой информации, которое будет выполнять функцию коллективного и организатора, и агитатора, и пропагандиста. Потому что его будут слушать и воспринимать все представители патриотического лагеря, несмотря на внутренние расколы, которые были, есть и будут, от которых никуда не уйдешь. И тогда это средство массовой информации сможет одно или несколько сыграть немалую роль в предстоящей избирательной кампании или в следующей, а главное, в борьбе за будущее России. Действительно, была пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, и все отметили убогий уровень вопросов журналистов. Такое впечатление, что люди пришли или что-то попросить, или решить какие-то свои небольшие вопросы. Не было вопросов даже с точки зрения либералов, каких-то глобальных, каких-то важных, всеобъемлющих. Вот такое ощущение, что собралась какая-то группа обывателей поговорить на лавочке. А ведь это уникальная возможность обратиться к президенту. О чем это говорит? О деградации журналистики или о каких-то других вещах? Насчет деградации журналистики я сильно сомневаюсь. Это скорее говорит об общем информационном поле в нашей стране. Сейчас у нас либо нужно быть квасным патриотом, официозным патриотом, но обязательно с фигой в кармане. Либо либералом. Вот этой публикой и заполняется соответствующий зал. О чем будут спрашивать квасные официозные патриоты? Только то, что нравится. О чем будут спрашивать либералы? Мы тоже слышали, но народ теперь стал осторожный. Поэтому они спрашивали так, чтобы и при этом не нарваться. Но вопрос соответствующий задавали. А представителей другого плана журналистики там разве были? Им предоставили слово? Вы говорили о том, что у нас есть патриотическая журналистика, патриотические средства массовой информации. Были они там? Мы можем представить, чтобы, например, от «Красной линии» дали возможность задать вопрос? Или от «Дель-ТВ»? В прошлом году дали задать вопрос и в этом году сделали все возможное, чтобы там не появились. Вот совершенно верно. Просто-напросто тот слой журналистов, которые могли задать принципиальные вопросы, но эти вопросы, на них нельзя было давать честный ответ, не подставляясь, не были допущены до этой конференции. Вот и все, что я хотел сказать. Что бы вы хотели пожелать заключения коллегам-журналистам, интернет-активистам, пропагандистам, блогерам, тем, кто борется реально за свободу слова в России? Я бы хотел пожелать, чтобы у нас, наконец, действительно появилась патриотическая журналистика не как маргинальное явление, не как то, что находится где-то на обочине. А чтобы быть журналистом и патриотом, стало нормой. Причем не патриотом, записным и, опять-таки, повторяю, с фигой в кармане, которых мы сейчас видим огромнейшее количество на всех телеканалах. А вот чтобы патриотизм и журналистика были неразрывны. И второе, чтобы я пожелал во имя свободы слова и обеспечения информационной безопасности нашей страны, чтобы у нас, наконец, появился народный контроль над информационным пространством. Чтобы у нас, наконец, появилась цензура. Цензура во имя интересов государства и во имя интересов народа. Субтитры создавал DimaTorzok